Всем привет! За мной Приватбанк и есть у нас один интересный запрос, кстати, пришедший именно с Фейсбука. Человек обратил внимание на одну проблему, которая до сих пор мне казалась несущественной. Мысль в том, что много людей, и как правило, кстати, это люди среднего возраста и старше, приходят до открытия Приватбанка. И пока банк закрыт, им просто элементарно даже негде присесть возле банка. Они занимают очередь и толпятся там стоя. И поэтому люди просят установить лавочку. Но здесь есть неоднозначный момент, потому что все-таки Приватбанк и не можем мы деньгами городского бюджета делать благо для клиентов финансовой структуры. С одной стороны, конечно, правильно было бы нам пойти и напрячь сам Приватбанк, чтобы они для своих же клиентов сделали условия и поставили эту скамеечку. Но с другой стороны, мы знаем, что сейчас погрязнем в этих письмах, друг другу передавать, они ничего не сделают в ближайший месяц, там, может быть, на второй начнут телиться. Но при этом мы понимаем, что пользуются этим банком все жители Славутича. Поэтому все-таки было принято решение установить скамейку, но, естественно, не на земле, не на территории банка, а на общегородской территории. Приватбанк, привет! Сегодня мы тратим общегородские деньги на комфорт ваших клиентов. Письмо на ЖКЦ до дня города установить в лавочку. На самом деле вариантов немного. Первый либо с одной стороны парковки, второе место, либо с другой стороны парковки. Идея в том, что место для лавочки должно быть максимально близко к входу Приватбанка, но в тени. Все, скамейка замоноличена. И с сегодняшнего дня все Славутичане, все, кто приходит в Приватбанк до открытия и просто ждут здесь, могут пользоваться. Обожаю такие сюжеты. Еще позавчера был запрос и предписание сделано со схемой, а сегодня уже стоит лавочка. Все, пока! А дальше мы с Тамарой Михайловной, она стесняется показываться на камеру, едем в школу искусств устанавливать лавочки, просто менять старые развалившиеся на новые. Поехали! Одна будет здесь, одна вот здесь в теньке и две лавочки на транзите. Одна здесь и одна вот здесь. Здесь ходит много людей и даже то, что они на солнце, не помеха будет тому, чтобы люди ими пользовались. Хочу от всего сердца сказать спасибо всем работникам ЖКЦ и лично Барановой Тамаре Михайловне. Я знаю, что у вас крайне ограниченные средства и ресурсы, особенно в канун Дня Города. Но вы в этот раз прореагировали очень быстро и работу сделали. Вы молодцы! Спасибо большое! Пока! Я сейчас иду по нашей тропе здоровья. Здесь каждый день гуляет очень много людей, часто гуляют с детьми. И здесь такая же проблема, как, собственно, и во многих местах города. Элементарно негде людям присесть и отдохнуть в теньке. Поэтому тропа здоровья наша следующая задача по установке лавочек. А дальше, конечно же, надо переходить к таким более отдаленным частям города. Правильно говорят люди в комментариях, что у нас в Черниговском, в Добрынинском тоже живу славу течани. Все, пока!